Друзья, мы в музее протоистории Ливана. Музей, иначе говоря, до-до-доисторический. Тут вот даже сразу картинка прикольная. Исследователь и, видимо, то ли аберген, то ли вообще пятикантроп. Какова ваша гипотеза? Иногда мы будем ошибаться, потому что здесь все только на французском. Ну вот, исследователь Максим Древнейших считается культура. Мы, как вариант, рассматриваем это как меж-катастрофный уровень деградации человека. Опять до состояния. Это первый вариант. Второй вариант, что это становление человека как вида. Реально эксперимент над человеком, как видом становления. И разные виды, подвиды, образцы. Мне нравится вот этот камушек. Вот здесь над чернилами. Один из вот этих вот исследователей, к сожалению, Берг, Бер, Бер, Бергю. Потом мы проверим. Вот этот вот Бергю. Видимо, бумага закончилась и карту написал на камне. Ну давайте, по порядку. По порядку. Что нам официально предлагается? С чего начнем? С 20 миллионов уже начинают у нас появляться вот эти гоминиды. То есть, человека подобные, безостановочно человека подобные живут, живут. 10 миллионов прожили, еще 3 миллиона прожили, еще 3 миллиона прожили, еще миллион прожили. И все сокращается. Сокращается еще миллион прожили, потом прожили уже миллион. И вот где-то здесь начинается у нас использование уже человека. 2 миллиона лет, то есть слово «человек». Не найдено ни одного нормального артцевого скелета, вот фрагментарного. Давай по порядку, попытаемся что-то переводить, хоть с французского, хоть понимать. Да, хобилис, да. 2,5 миллиона лет назад он жил. Черепушка. Сразу смотрим. Ну, мы не знаем вообще к вопросу об объеме, то есть взрослый, невзрослый, непонятно. Очень плоское лицо, прям очень плоское, тоже здоровые глазницы. Это что, совсем человек? Это не человек, да? Череп такой качественный, может это кот? А, у него была очень мощная, прям против вот предыдущего. Но вот это, если Максим, вот это похоже вот оригинально, ведь Костя нашли. А здесь, а нет, вот это все лепка. Это вообще все лепка, мне кажется, только челюсть у него настоящая, посмотри. Мне кажется, стальное подлепили. Это стальное лепка. Думаешь, что прям такой оригинал? А что тогда на нем, следы на черепе такие, постоянно? Кто его так? Да просто лежал. Нет, не-нет, это слепили. Да слепили, слепили, я тебе говорю, эту верхнюю часть слепили. Вот даже на зуб посмотрите, верхнюю часть слепила. Да, Макс, она слеплена, я, Макс, меня не обманешь, ну посмотри. Они пытались ее лепить по образцам. у нас нет целых никаких кусков у нас целых кусков нет он странно к вопросу об объемах об объемах черепных коробок она поделка прототипы то есть как я и говорю у нас меньше они нам предлагают версии но по факту у нас все это поделки но это вот она как бы где-то есть копия да как где тогда прям оригинальное смотреть я могу что угодно любую поделку сделать предложить интересное кино так с чего начать не больше тема что в принципе по мнению ученых уже homo sapiens такие же 150 тысяч лет назад а вот homo sapiens sapiens жили 40 тыс до sapiens sapiens человека разумных чек разумные дважды нам добавили да то есть прям тот кто может сотовый телефон сделать и пользоваться одновременно это такие же у них такой же объем волосиного покрова объем мозга и функции психические те же ипотетически наши предки выглядели 40 тысяч лет назад также точно так же и велись я так же и могли операции совершать те же на территории сибири на территории сибири буквально 25 тысяч лет назад водились ставили стаи гигантских гиен которые в холке достигали двух с половиной метров то есть соживет на разом полтонны представь себе что ты живешь ты или я и нам объяснили что люди то выжили не только из-за того что климат принялся что они истребили всех как он числе и гиен понимаешь и на тебя охотятся в сибири стая вот этих вот иди иди рассказывай очень который даже закусят тобой которым даже тебе одного не хватит ну вот понимаешь то есть это получается 5 веселые картинки еще веселые поделки то что нам приду предлагается воспринимать вот вот у него на нем на нем волосиной покров как у современных людей вот у современных людей определенных людей минусов и усоверисовый мужчина волосатая грудь руки лицо не все видишь что борода растет борода да вот уже типа теперь он еще в шкуру начинает одеваться но мог бы мог бы побриться перед камерой пойдемте ладно смех смехом пойдемте смотреть что нам все-таки тут предлагается вот к вопросу о глубине конечно максим нормально ссори 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 пошлите опять веселая картинка просто не орем это нормально совершенно опять веселая картинка они тут века аниметрия так понимаю предлагают вот мне интересно например реально глубина они личность вот наш уровень мусора это они культурные свои вот у нас пошли и финикийцы эллины все вместе взят они вообще через запятую просто все что наверно правильно потом пошли кит примитивная как бы культуры которые когда древние механизмы развалились они вот такие вот части брали на на оружие себе потом пусть до этого зачем все примите вот вот это вот я началась 10 8 тысяч лет назад колюча режущие элементы где любят обсидианом на в девятнадцатом веке в двадцатом веке в турции просто разговаривая ними грида мы сейчас шкуры выделываем а дальше сплошные скрепки и потом вдруг вот вдруг просмотрим скрепки 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 керамика скрепки фигня и хоп и сразу и выходим вот ну на самом деле пример так и происходит в девятнадцатом веке мы еще скребем вот такими девятнадцатом еще живем формально с одной стороны шикарное строение с другой стороны огромное количество населения жжет как попало а потом мы сразу выходим на резкий прогресс кедры кедры ливанские в срезах но это какие-то не сильно же большие деревья живыш ливанский кедр ему подписано здесь ливанский кедр вот он изображен мы его даже ни одного не видели как ну он не именно что мы его не видели вот опять какое чувство все время к это подделки ждал от музея но не факт давайте не будем спешить может еще что-то найдем вот свои залегания вот это же все заносит заносит видно же что это свои просто занесло 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 потом чем-то еще больше занесло о аллилуйя это прям камень который ты можешь пишут пластмассу для тебя положили ладно понятно не будут это пластмассовые скребки оригинально то наколоть на углу около речки их завались валяется подобрать с речки и все обсидиан обсидиан битый камень кремний битая битая ну такой любой кусок максим ты найдешь кроме вот этого обработанного понимаешь любой такой кусочек у реки ну вот этот еще он может быть постоянно гуляешь просто порой на можешь много таких на этих кусков вот даже вот вот такой кусок никогда не определишь и не поймешь что у меня есть следы обработки где не знаю номеров же тут тоже нет они же не подписаны это гениально организован музей это и показано как кололи видимо должны ты колешь колешь камень и внутри потом получаешь вот такие вот острые я огорчился с черепами так ждала черепов а когда поделка поделка даже не тесно вот отлично олени и рога рога современные они не старые да тоже они вообще пластиковые слушает отчетках они музей то предлагает если у них до камни которые найдены у реки таки камни мы где угодно найдем а там что заказали заказа закрыли от нас тряпочкой камень что за прикол слушай они реально взяли накрыли тряпкой его не ребят но такую такую поделку может сделать каждый вот и я прям вот наверное займусь просто поколю у вас найдут такой камень и за и ночной вокал до на берегу моря от нечего делать на пляже ну ладно вот колющий но вот это оригинал я согласен это колющие инструменты кольщие режущие цвет но как ты такой вот это очень трудно ну вот у тебя есть мелкий камуш смотри вот он вот самый самый вот серии правой как ты его прикрепишь к копью он тебя сломается очень быстро но на самом деле это обычно втыкается но нам очень из и нам предлагается что это завязь что это завязывается у тебя он тебя сломается на раз они все на раз они все конечно на раз но в любом случае то что тоже чем прочнее то есть соответственно если к объем ты там вот смотри ты оказался в лесу и все тянет оружие ты действительно будешь создавать снова вернешься к 4000 к 40 тысячелетней давности как нам предполагается и вновь ты будешь делать то же самое как ты будешь делать в ты будешь резать то будешь вот правильно когда нам нечем что-то разрезать мы берем какой-то и хоть в любой острый уголок и начинаем резать но для того чтобы выжить вот с такими монстрами которые там с тигры эти огромные львы даже которые просто европе везде все бегала знаете все равно мне недостоверности к этим камням ну не верю я ну то есть я понимаю что их могли найти да ну но датировать их очень сложно в такое я просто смотрю в турции не грида мы шкуру вы делаем 19 веке такими же вы делали готовы то что еще от бабки осталось сейчас я в кафе поставил для красоты я читал много есть версии ним на версии а проверили такие камни независимые эксперты проверили и оказалось что это вообще на многих из них просто следы от копыт то есть это калайка на водопой ходили животные кололи копытами они откалывают что удар может сковать как угодно на нем нет же следов обработки могу и делать совершенно верно совершен совершенно верно ну смотри но на нем же нет ни на одном следов обработки вот он просто сколот свежесколотый он найден рядом с камнем ну и логично предположить их просто раскололи да что то как то и как вот мы от камней копалок сразу перешли почти к сословному обществу к возделыванию боги дали по мифам по всем мифам у нас нет никакой эволюции у нас пришли сразу высокоразвитые существа и сразу предложили это камни они еще сначала маски да они совершенно верно чтобы ты мог это воспринять подвиж вот он раскололся вот он именно так и раскололся на водопое и они валяются от расколотой и любую ты берешь но здесь вот здесь зазуберинки какие-то подрисовать каждая зазуберинка прям целенькая как на грех я тебе я видел что птицы могут камни колоть коллет они используют их совершенно верно для перетирания еды они даже используют где какой-нибудь яркий артефакт ну вот косточкой якобы нам объяснили протерли камни вот так вот вот начинается следы быть что ими работали все что предыдущие мы видели их вообще не трогали начинается вот это но у нас еще есть проблема про сверлены ехать дойдемте ладно пошли искать про сверлены может может удастся что найти сговор с черепами не прокатило все обманка все поделка вот теперь аналоги обожаю это значит был нож современный нож это вообще была пила вот это пиле ли они всерьез шутят что-то пиле и и сколько такой камушек пропилить а камушек чем пропилить ему должен сначала перед этим чем ты должен пропилить его другим камушком что потом перед дерево или что или как это нужно работать общим сразу камушком дерево тогда не пилить потом максимум смотри это используется как топор значит а это прекрасно и у нас вот вместо вот это это черно забил да вот вместо него нам рассказывается что кам именно камнями помнишь диоретовые шары легендарные которыми все обелиски египта все сделали вот все сделали этим же меня то ли я дурак то ли что тут лежит куча специализированных инструментов и лежат куча совершенно одинаковых камней и мне предлагается воспринять нет и серьезно то ли у меня лыжи не едут макс 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 я просто это слишком сейчас пройдем это специализированные инструмента для очень специфических видов работ разных осложных максим и потом и потом мы вышли из вот этого вот вот абсолютно одинаковые камни пусть клютная только наждачка получилось одинаковое кто взял где мой жена где мой молоток довольно же не этот но только трубе это рубанок молоток тебе говорю где да нет этот топор нож мне нужен да не тот нож поменьше нож бери это примерно я же тебе сказала сложила все твои инструменты в ящике их вообще выкинул иди у речки собирай ну вот я я так давно над музеем не смеялся о вот легендарные пикам и веревка пиньковой можно там с помощью того лишь века вытащить вы и вытащить его вот у нас мотыга мотыга сделано это ухо гараж это у нас топорик видимо а это вообще серп пара пара правда он пластилином заклеенных и металлами залит по моему в металле да он и в замазан пластилином пластилином фантастика вообще если бы это пор делаем то что самое сделал тоже вот так просто для того чтобы попрочнее было насколько он там прочнее будет держаться два удара из из и следующий камень пошли ржать дальше а все что ли все подождите а все же закончилось и мы вышли старый выходим сразу на высокотехнологичный уровень когда у нас селекция селекционные растения когда он жилища сословное общество и металлургии металлургия совершенно верно сразу кораблестроение вообще возделывание выращивание сказка астрономия за компанию это просто так для души что называется восход сириуса ты изучаешь на досуге между тем когда меняешь пока жена тебе меняет вот насадку для твоего топора блин вот дикое чувство звучит правдоподобно звучит правдоподобно они она по мифам именно так и было люди жили вот вот так в дикости а потом но но все-таки не так я думаю что людей вот создали в анклавах потом их выпустили попробовать кто выживет тут выживет выжил выжили определенные виды некоторые виды еще сколько-то доживали но возможно нет ну ну и после постпотопное время даже не будет доступа ничего могу внестися может еще где-то под землей а там еще есть ну слава богу а то я думал шоу закончилось нет впечатляющее впечатляющие с фу слава богу уже а я я жду когда же у них там же в сверлении должны максим быть костями где-то же это оружие наконец-то да вот она вот эта фигня ровно это же фигня вот это вот вот эту доска это для выделывания шкуру сказали что шкуру так протягивали здесь только просверлено здесь вставлены вот эти битые камни у меня прям видео есть я заснял просто становился около кафешки автобус ехал в измир и я говорю что это он где-то убить бабка шкурущего делала мы поставили уже так это будет 19 начала двадцатого века понимаешь до середин двадцатого века так вы делали шкуры они это здесь представляют что вот эти доски нашли сбили все я не могу просто гвозди тут вообще зачем кто на французском переводит переводите